ПОДАРКА 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 Недавно я поднимала тему на Фейсбук и потом писала в газету. И вообще в будущем хочу написать книгу, и это будет моя глава. И я это все пишу, потому что недавно написала стих на эту стему, и моя глава была «Что для вас значит слово плакать?». И только на этой неделе я поняла, что насчет того, что для вас значит слово плакать, написали так много. И такие сильные вещи писали. Это было в прошлом месяце, и вот именно тогда я Оле говорю, Оль, давай, давай, я хочу эту картину туда, что для вас значит слово плакать. На прошлой неделе я спросила у людей, что для вас значит слово «любить». Честно вам скажу, так скромно отвечали. Одна мне лично написала, такую злость вылила на своего мужа, лично. А на Фейсбуке так красиво, так скромно отвечает. И вообще в одном предложении. И я вот честно вот что-то вот сейчас задумалась, думаю, наверное, плакать легче, чем любить. А любить нелегко, любить надо учиться, правильно? Всю жизнь работаешь над собой, понимаешь к 40 годам, что ты никого не поменяешь, ни мужа, ни детей, только себя. И начинаешь каждый день работать над собой. Вот так я живу. Вот мне сейчас 41 год, вот последний год я работаю над собой. Решила, что надо над собой работать. Ну, это такое вступление. Красивый подарок, да? Я вам всем дарю вот такую красивую картину. И я вам скажу, что плакать можно, нужно, но недолго. Хорошо? И сегодня у нас тема такая интересная. «Утешайся Господом», и он исполнит желание сердца твоего. И я... Не всегда легко говорить на эту тему, и не всегда хочется говорить на эту тему. Но я помню с первого раза, когда меня пригласили на женскую конференцию, и мне сказали, поделись своим свидетельством. И я просто хожу перед Богом и говорю, «Господи, ну что говорить? Ну я не хочу рассказывать больно. Ну не хочу, Господи, я хочу жить, я хочу радоваться. Ну что мне говорить? Как мне вот это мое горе превратить в радость?» Знаете, что мне Бог на сердце положил? То, что я не ожидала. Он сказал, ты должна рассказывать все самое страшное, что ты прошла в жизни. И через твои истории я буду исцелять сердца людей. Особенно сердца женщин. Поэтому все, что я не делаю, я рассказываю свою боль, но я всегда превращаю это в радость, потому что Бог наш сильный, и Он Бог велик. И вот еще женщину, вижу, которую мы недавно знакомились, да? Федерал Вейт. Так приятно, друзья. Я так каждый день благодарю Бога за Фейсбук. Я не знаю, может, для кого-то грех. А для меня это каждый день новые друзья. Вот со всего мира общаешься. Это так классно, и потом ты общаешься, общаешься виртуально. И приезжаешь, и они тебя внимают реально. Просто благодарна Богу, что есть у нас такие возможности. И поэтому я вам скажу, что плакать можно, об этом надо говорить. Но надо говорить с бодрым духом, чтобы не веять вот это уныние на людей, а дарить надежду, дарить радость. Мне недавно, я не знаю, эта сестра здесь или нет, когда я выставила вот этот пост, что для вас значит слово плакать, а потом спросила у родителей, как вы думаете, это вина родителей или детей, почему дети уходят из дому? И она мне пишет, как тебе не стыдно то плакать, то дети уходят, да хватит уже, да хватит, не надо такое писать, надо людям радость дарить. И опять, если бы вы увидели, ну, комментариев, наверное, там 300. Как начали все родители писать, почему дети уходили из дому, как начали люди писать, почему я ушел из дому в свое время, как неправильно родители поступали. И буквально через три недели мне эта сестра звонит и говорит, прости, Оль, ну, была неправа. Потому что прочитала, у людей болит, у людей болит. И вчера, получая звонок от одной женщины, я ее никогда не знала, не видела. И сегодня я с ней уже здесь встретилась. И мы поплакали вместе, и помолились, и видео записали, и помощи попросили. Я представлю ее вам в конце моей речи. Но то, что я вам скажу, что женщины, мы очень интересные женщины. Я думала, что мы раньше, ну, вот просто святая мама, да, надела косынку, длинную юбку, а родила 10 детей и думаю, ну, это классно, все, вот она спасена, да. Ну, когда у меня на руках умирал сын, когда я увидела реакцию церкви, когда я, знаете, когда в жизни все хорошо, у тебя все хорошо, а когда у тебя проблема, ты начинаешь видеть реакции людей, и ты начинаешь слышать то, что тебе не хочется слышать, ты понимаешь, что Бог обрезает все твои крылья надежды, и остаешься ты только один с Богом. Ни папа тебе не поможет, ни муж тебе не поможет. И пастырь тебе скажет не то, что ты хочешь слышать. И друзья твои, такое она говорит, такое она говорит, что тебе на три недели в церковь не хочется идти. И я думала, что это мне так тяжело, как мне вот говорят, я несу не то, что я могу понести, я не могу понести, я не могу. Я так тоже думала. А потом все просто поняла. Так Бог от меня всю мою надежду отрезал и показал, что я твой Бог. Это только ты и я. Ты и я. И было время, когда я вот просто почувствовала, что меня просто втоптали в землю, и с меня осталось ничего. И осталось я, и остался мой Бог, и осталось то, что я поняла, что я глина. А он горшечник. И ты превращаешься в того младенчика, вот в такого, который только родился. Он даже говорить не может, он даже свои права качать не может. Ты просто становишься вот просто вот глиной. И это, я думаю, момент, когда ты превращаешься в золото огнем очищенное. Конечно, начала я не с того, что я планировала говорить, но это было вступление. Хорошо? В конце, если будем за столами сидеть, я вам приготовила что-то смешное, потому что понимаю, что верующие женщины должны не только скромными быть, но уметь смеяться. Уметь радоваться жизни, уметь наслаждаться жизнью, уметь открывать себя, писать стихи, рисовать картины. Кто из вас хочет рисовать картины вообще, когда-нибудь? У кого есть талант рисования? Поднимите руку. А кто когда-нибудь в жизни уже нарисовал картину? Ну это же так просто. Я уже такое одно нарисовала, похожее. Пошла, заплатила 35 долларов, нарисовала, поняла, что я могу. Поэтому, друзья, дорогие мои, мое служение сейчас не только вытирать слезы, открывать женщин, открывать таланты и учить их просто жить. Забывать все и просто жить, просто наслаждаться жизнью, отпускать контроль. Отпускать контроль, потому что это все не ваше, дети не ваши, муж не ваш, деньги не ваши, дом не ваш, работа не ваша. Это все больше. Почему мы так держимся? Отрезайте от себя и просто живите. Не мучьте себя, просто живите. Я правильно говорю? Ладно, хорошо, начинаю я. Прошлое воскресенье я немножко говорила, я не знаю, кто меня слышал в прошлое воскресенье. Просто поднимите руку, я не хочу повторяться. Спасибо. Меня зовут Оля Онищенко, я в Америке уже 26 лет, с Украины. У нас в семье 10 детей. Папа Анатолий Лапин, который в 30 лет очень сильно ударил правую руку, у него образовалась цирком, и ему в 30 лет отрезали правую руку. Я выросла в семье, где отец инвалид, но я никогда в жизни не замечала, что наш папа инвалид, потому что у нас папа самый классный. Они с мамой еще родили, четверо было детей, еще шесть родили. Он нас всех поднял, все машины сделал, всех нас поженил, деньги приданые дал, каждое утро нас обнимал, чайок нам делал. Ну папа, мама у нас просто классный. Знаешь, вот это горе, моих папа, мама никогда не сломила. Я знаю, здесь сидят свидетели, правильно? Вы, насколько знаете, у меня папа, мама, ну просто самые позитивные люди в мире. Да, он был красивый, молодой, высокий. В 30 лет остался без правой руки. Жизнь была на волоске, но он сейчас живет, и он трудится. И он самый позитивный человек, которого я когда-нибудь знаю. Я выросла в этой семье, и скорее всего, я думаю, что это мне помогло тоже пройти мое огненное испытание. Дедушки меня постыря, папа верующий человек, да, всю жизнь я была в церкви. Вот, казалось, все так классно, дом большой, красивый, богатый, ты уже, кажется, чего-то достиг. Машину новую купили у дилера, одну, вторую, деньги вот с неба падают, детки растут, муж любит, вкусненько все так у нас в доме. Но кажется вот, ну, так классно. Проживали вот такое время в жизни. И вдруг встаем мы молиться, и я слышу ни с того, ни с сего. У меня муж, ну, простой рядовой человек. И он говорит, Господи, я устал быть теплым христианином. А я стою рядом, я же слышу все. Я устал, я устал. Я хочу знать тебя, кто ты есть, мой Бог. Я хочу знать тебя реально. Пошли мне в жизни такую ситуацию, которая покажет мне, кто ты есть на самом деле. Какая у вас реакция была бы? Как жена. У меня дрожь потела. Я поняла. Я вот просто поняла, что что-то произойдет ужасное. Я так думаю, что он молится. А потом думаю, ну, он же понимает, что он хочет. Он в семье верующих. Он хочет знать Бога. Ну, он молится, значит, молится. Кто из вас будет читать мою книгу? Там очень интересные даты, которые послал Бог в мою жизнь. Я знаю, что Бога есть на все свои времена и даты. Когда я писала книгу, я оборачивалась, я высчитывала, я спрашивала, я узнавала. Вы просто не представляете, сколько я о себе узнала только потому, что я писала книгу. Пишите, просто пишите. Опубликуете вы ее или не опубликуете? Ну, просто пишите. Узнавайте, кто вы. Узнавайте ваших родителей. Вы намного больше оцените жизнь. Вы оцените друг друга, ваших детей, ваших родителей. Пишите, рисуйте, творите. Творите вместе с вашим небесным Творцом. Не вешайте нос. Жизнь еще не заканчивалась. Живите, живите, наслаждайтесь жизнью. Даже если у вас куча проблем. И сегодня я буду говорить, как же утешаться Господом, когда у тебя со всех сторон проблема? Как утешаться? Я думаю, Рената, мы сегодня от вас услышим, да? Как утешаться этим Господом? Когда все хорошо, ну, тогда и Бог, кажется, не надо, да? Все хорошо. А когда проблема, потом думаешь, а за что, почему, а где мой Бог? Бог, Боже, а почему ты меня оставил? Богу претензию передаем, да? Кто из вас знает, где написаны эти слова? Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Где написано? Кто из вас знает, где написано? Поднимите руку, я вам приз дам потом, в конце. Вот она выиграла приз. Я немножко рассказывала о воскресенье, да? Когда в 33 года постучала к нам беда, и я уверена, что я не единственный человек, кто прошел в жизни огненное испытание. Поднимите руку, если вы знаете, что такое вообще огненное испытание. Поднимайте сзади, я не видела. Еще поднимите, у кого кто? Знаете, да? Получается, я не одна. Я знаю, в Библии есть человек, ему целая книга посвящена. Уже вы не отвечайте. Ответьте мне еще кто-нибудь, кто в жизни проходил огненное испытание в Библии? Иов, молодцы. Но если взять царя Давида, тоже проходил страшное, да? А если взять самого Иисуса Христа? Представляете? Ну, как-то Сын Божий и тоже должен был такое пройти. И можно просто-напросто сказать, а чем мы лучше их? Чем мы лучше их? Кто вам гарантировал, что у вас в жизни все будет хорошо, да? И что такое вообще может быть огненное испытание? Иногда за два часа вечером ты можешь так перемучиться, когда ты ревнуешь своего мужа непонятно к кому. Есть такое у вас женщина? Все переживали. А выход нашли из положения. Себя в порядок приведи, улыбку одни, и все будет нормально, да? И опять влюбиться в тебя. А когда ты нос повесила, слезы распустила, ну кому такое надо? Я вам скажу один пример, и хочу, чтобы вы его раз и навсегда запомнили. Ваше лечение – это ваша улыбка. В любой ситуации. Если вы себе не поможете, вам никто не поможет. В любой ситуации. Я вам расскажу один пример. Я не знаю, нравится моей маме или не нравится, если я буду это рассказывать, потому что, вы знаете, мою маму некоторые, но я думаю, моя мама не одна. Десятерых детей родила. У нее только два сына, восемь дочек. У меня было трое детей. Я помню, мне было 28 лет. Я каждое утро завожу детей к маме, еду на работу, мама нянчила моих детей. Приезжаю с работы, забираю детей. И так каждый день, да? И в то время один из моих братьев, он выбрал неправильную дорогу, которая маме не нравилась. И что мама обычно делает? На колени, пост. Ну ладно, один вечер, да? А если я приезжаю на второй день, мама опять в слезах, плачет. На третий день я приезжаю, мама опять в слезах, молится. На четвертый день я приезжаю, мама уже лицо посунулось. Она уже какая-то черная стала, да? Глаза западшие. Нам всем тяжело. Мы все переживаем за брата, да? Да я уже не маленькая девочка. Мне 28 лет, у меня уже свои дети. И когда так продолжалось целую неделю, когда мама была в пасти целую неделю, я, знаете, просто возревновала. Знаете, что такое jealous? Возревновала. Я говорю, мама, ну хватит уже. Почему ты всех нас, девять детей, забыла? А вот просто вот плачешь о своем сыне. Мама, ну мы же все живые. Мама, у нас все хорошо. Мама, я хочу видеть твою улыбку. Мама, мне надоели твои слезы. Честно я поступила, правильно? Или может быть, некрасиво? Если я взрослый человек, дочь, мне было тяжело вынести слезы мамы. Вы просто представьте, как чувствует рядом с вами себя ваш муж. Муж, когда вы ноете слезы градом, а он ничего сделать не может. Муж это скала, правильно? Он должен деньги заработать, еду принести, жену пожалеть, улыбку ей одеть, красивую одежду купить. А здесь ничего не работает. Жена ноет и ноет. Она уже в депрессию вошла, она уже схудела, у нее уже болячки начинаются. Нравится это мужу? Нет. А детям вашим это нравится? Я пример живой. Мне это очень не понравилось. Хоть я понимаю, что мама делала то, что она должна была делать. И когда у меня 7 месяцев в больнице, я им честно говорю, каждый день на руках умирал ребенок. Он то живет, то не живет, то спасает его, то не спасает. У нее страшная проблема с сердцем. Я детей в школу отправила в госпиталь. В 2 часа лечу из госпиталя домой, встретила детей со школы, мужа накормила, опять в госпиталь. Когда я, когда муж ездил. Знаете, где было мое время выйти? Это просто в машине. Я просто выла, да. Когда детей не было дома. Когда я ехала в машине, я выла, я молилась. Иногда я просто-напросто сил не была. Не плакать, ничего говорить. Но я общалась с моим Богом. Я с ним говорила. Хоть он и молчал. Но когда я закрывала двери госпиталя, приезжала домой, помня мою маму, помня ее слезы, я не хотела дарить ту же энергию моим детям и мужу. Я просто-напросто одевала улыбку, улыбалась, обнимала моих детей, обнимала мужа и улыбалась. Пока в 7 часов опять не садилась в машину, это было мое личное время с Богом. И я вам скажу, друзья дорогие, как вы реагируете на свою проблему, точно так реагировать будут люди. Мне, честно сказать, очень тяжело находиться возле человека, который находит в проблемах, в депрессии, в нытье. Вот просто тяжело. В Библии написано, несите времена друг друга, да? Кто из вас знает, что такое понести время друг друга? Кто из вас нес и знает эту тяжесть? Поднимите руку, пожалуйста. Вы понимаете, что это такое, да? Я один раз почувствовала. Ну, сейчас, конечно, чаще уже это чувствую. Но один раз почувствовала. У меня есть подружка, ей 82 года. У нее 5 лет уже муж находился в коме. У нее ни родственников, ни друзей, ни детей. Но она вот меня любила как дочь. А я любила ее как бабушку, можно сказать, да? Я помню, выходим один раз в собрание. Она, Олечка, как мне тяжело. И рассказывает мне все свои проблемы. Рассказывала, рассказывала. Наверное, полчаса, час. Я ее обняла. Мы поплакали вместе. Она уехала домой. Я три дня в себя прийти не могу. Я хожу, я молюсь за нее. Я думаю, страду ночью, я плачу. Я молюсь за нее, да? Через неделю я ее встречаю. Она говорит, слушай, мне так было легко на этой неделе. Вот просто так легко. Я тебе свою душу открыла. И я просто отдыхала. Я говорю, да? А я несла вашу ношу. А я за вас плакала. А я за вас молилась. И вот я не знаю, вы согласны? Вот это называется понести бремя друг друга. Умейте, друзья дорогие, слушать, выслушать, поменьше сказать и понести бремя друг другу. Если вы не знаете, что говорить в ситуации, когда человек проходит трудности, еще раз говорю, почитайте мою книгу. Я все очень красиво описала. Потому что много прошло. Каждый день, 7 месяцев, нес новую ситуацию. Я стояла перед выборами. Тебе надо делать выбор. Ни одно, ни другое тебе не нравится. Но тебе надо сделать выбор. Тебе надо сделать выбор и двигаться дальше. Знаете, сколько раз я хотела, чтобы эта проблема закончилась прямо сейчас, прямо сегодня. А она не заканчивается. Расскажу вам такой момент, когда в 4 месяца нам врачи уже после первой операции говорят, ему было плохо, 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 плохо. И они уже нас вызвали, говорят, ваш сын жить не будет. Или соглашайтесь на пересадку сердца, или отключайте лекарства. Ваш сын жить не будет. Все, вот у тебя. А он дышит, а он грудь сосет, а он тебе улыбается. Они говорят, у него сердце сдается, он жить не будет. Отключайте лекарства. Как отключить лекарства? Ребенку, который на него смотрит, не улыбается, да? А у меня было такое высокое давление. Вот во время родов я сама чуть не умерла. И после родов, и я уже такая мужу, я уже все, мне когда сказали, я ему позвонила, говорю, Амдан, езжай, все, папа, приезжай, помоги нам это все сделать. Я не могу больше. Мы будем отключать лекарства. Это было мое решение. Я просто не могла. Я хотела закончить сегодня. Я просто не могла уже больше нести это. Муж приехал, и он так просто держит сына и молчит, просто молчит. Кто такой муж? Это тот, который любит и тебя, и сына. Он сделал все, лишь бы тебе было хорошо. Но он готов делать все, чтобы сыну было хорошо. Он просто молчал. Приехал наш папа. Это человек, который 30 лет потерял руку, который прожил инвалидом всю жизнь. Мы его никогда не считали инвалидом. Ну, проживите без права руки. Тяжело? Тяжело. И он мне говорит, Оль, пожалей себя. Пожалейте себя. Отпустите сына. Просто пожалейте. Пожалейте себя. Пересадка сердца ничего хорошего не принесет. И я же понимаю, что она ничего хорошего не принесет. А то тебе госпитализация на все твои дальнейшие жизни. А медсестра стоит рядом. Не спеши. Не спеши. Ты в себя всю жизнь за это будешь винить, если ты согласишься. Не спеши. Едем мы домой. Утром я мужу говорю, все, поехали. Я готова. Давай. Он говорит, ну, иди детям говори. Поедем, попрощаемся. Будем отключать лекарства. Мы приехали. Мы готовы были. Но пришел один хирург и просто умоляет. Я вас прошу, не делайте это. Я вас прошу, не делайте это. Но я помню в тот момент, когда я везла детей домой, а муж остался, он мне сказал такие слова. Говорит, я хочу, чтобы он умер у меня на руках. Но когда я приехала в госпиталь, все вот просто вот так вот, просто все поменялось. Вот сегодня утром я хоронила сына, а вечером мы решили, что мы это не будем делать. Едем домой с таким облегчением. Просто благодарю Боже, слава Богу, что не надо похороны делать, что все вот просто поменялось. Я другая. Я просто другая стала. Утром я готова была все закончить, вечером я опять живу. Мы женщины такие. Утром я приезжаю в госпиталь. Я не знаю, если вам приходилось быть в госпитале месяцы, полгода, вы знаете, как медсестры привыкают к своим пациентам. Я захожу, вы просто не поверите, вот шесть медсестер, они вот таким пронизывающим взглядом на меня смотрят. Как ты могла? Как ты могла? Как ты могла вот это сказать вчера? А получается, мы сказали, что мы хотим отключить лекарство, а то, что мы решили не отключать, медсестры не записали. И не все поняли, что мы будем отключать. Я говорю, так мы же поменяли наше мнение, мы больше это не будем. И вот этот пронизывающий, осуждающий взгляд, и главная медсестра ко мне подходит, говорит, как ты вообще могла? Дай ребенку шансы, разузнай, пересадка сердца, разузнай, разузнай, чтобы ты всю жизнь себя не винила ни за что. Я такая дошла, как, ну, стою, вот просто плачу, она положила руку на плечо, говорит, Оль, все нормально, мы тебя не осуждаем, это очень тяжелое решение. Ну, к чему я веду? Если бы вы знали, как в тот день меня мучила совесть, я не могла найти себе место. Я говорила, Господи, если бы я отключила, я бы всю жизнь себя за это винила. Слава Богу, что не допустила. А вечером я чувствовала себя героем. До этого. Я еду, так, Боже, ты меня испытал, как Авраам и Иисусал, как я была готова тебе сына отдать. Слава тебе, что ты меня испытал, да? А утром я уже себя виню, я уже не могу себя простить. Это наша совесть, это наша душа, это наши чувства, это мы, женщины, это мы. Вот такая у нас жизнь, да? Вот американские горки. Сейчас все хорошо, завтра ты уже с ума сходишь. Я прошла это все, друзья дорогие. Я слава Богу, что я не отключила лекарства. Я рада, что у меня муж, у него было просто силы дотянуть все до конца. Я сказала, я сдаю, ты сделай, что хочешь, я только буду тебя уже слушать и сделать то, что ты скажешь, потому что я уже не могла. Я уже все, я все. И расскажу вам один момент, когда я просто-напросто сдала свой контроль Богу. Поднимите руку, кто из вас уже понимает, что такое сдаться и отдать контроль Богу? Ну, смелее, 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 смелее. А кто из вас знает, что такое все под контролем держать? А кто из вас знает, как за сердце держаться? Я вам расскажу, как я сдалась. Что происходит в момент, когда ты сдаешься? Приходит мир, приходит какое-то утешение. Ты просто становишься золотом, огнем очищенная. Тебе так налегко. Страх. Страх уходит. Ты просто становишься никем. И Бог становится хозяином твоего «я». Я хочу оставить вам этот стишок на память. Я вам задам такой вопрос. Хочу знать, кто из вас просто-напросто знает Библию. Если вы ответите, я вам тоже подарю подарок. Но вы должны ко мне все подойти и сказать, что я выиграла. А то я не запомню, кто выиграл. Окей. Где в Библии написано место Писания? Ибо прежде, чем я образовал тебя, я уже знал тебя. А? Псалом неправильно. Исаия неправильно. Иеремия. Правильно. А теперь скажите, какая глава и какой стишок? Первая глава. Какой стишок? Не последний. Ну, кто-нибудь угадайте, какой стишок? Не первый. Ладно. Вы выиграли приз. Первая глава, пятый стих. Она сказала Иеремии, а вы сказали первая глава. Это уже ближе к этому. Был у меня момент, это было буквально за две недели уже до всего, с чем мы столкнулись, как это все огненное испытание заканчивалось. И я помню, я пошла просто пройтись, потому что мне пришлось оставить мужа с детьми в Вашингтоне, перелететь в Калифорнию. Ребенок был в Стэнфорд Хаспитал, ждал пересадку сердца. А я жила в Раннольд Макдональд Хаус. Кто знает, что это такое? Это дом, где живут родители больных детей. Я там жила одна денешенька. Думала, что мне так будет плохо, но вы не поверите, как меня Бог окружил любовью от людей, которых я никогда не знала. Это было самое лучшее время общения с Богом. Вот именно там я познакомилась с моим Богом реальным. Вышла я, думаю, пойду пройдусь под солнышком. В Орегоне такой дождь, а там солнышко, тюльпаны цветут. Походила, поплакала, прихожу назад, заметила, там возле окошка столик стоит. Ну, думаю, сяду, почитаю Библию. И что вы думаете? Открываю я Библию, и мне попадается вот этот стишок. «Ибо прежде, чем я образовал тебя, я уже знал тебя. Ибо только я имею намерение о тебе, как там написано дальше, да? Я знаю, что тебе хорошо. Я сосчитал все твои дни. Я такая сижу, ну, все, я поняла, Боже, я поняла. Я поняла, что я буду выть, хоть волосы на себе рвать, да хоть с ума сходи, да хоть пастись 250 раз. А будет то, что ты предназначен. Я сказала, Господи, я остаюсь. Делай, делай, что тебе надо. Просто делай, что хочешь. Амдан. Амдан, делай, что хочешь. И в тот момент, знаете, как я себя почувствовала? Как будто тебя в землю втоптали и ногой так сверху потерли. И с тебя ничего не осталось. Знаете, вы такого Бога, кто может так делать? Страшно об этом говорить, да? А кто-нибудь чувствовал из вас такое? Я слышала, женщины говорили, я себя почувствовала, как будто вот меня на столе разрезали, кишки вытащили и не зашили, забыли зашить. Вот есть такие боли в жизни, друзья дорогие, которые ты не можешь вынести. Кажется, так несправедливо. А у тебя выбора нет. И ты говоришь, ну, я понимаю, Боже, все, я сдалась. Я понимаю, что мы, кошечника, глина, лепи, и делай, что хочешь. Я же понимаю, что я не могу сопротивляться. Я зол, а ты, а ты, а ты. Ты меня обжигаешь. Все, я сдаюсь, Боже, я сдаюсь. Иисус сказал, перерождение свыше, да? Только, кажется, я так в конце поняла, что рождение свыше, это примерно вот такие моменты, когда ему говорили, а как мне родиться опять? Да вот так ты рождаешься опять, в огненном испытании, когда от тебя ничего не остается, и ты понимаешь, что я должна отпустить весь контроль, обрезать все, и только остаться я и мой Бог. И тогда, честно вам скажу, приходит победа. Просто приходит победа. Что было дальше? Какие чудеса я видела? Как реально ко мне Бог пришел? Рассказать вам или почитаете в книге? Почитаете в книге, да? Но я написала книгу, потому что именно с этого момента Бог пришел. Бог пришел реально. Я научилась Его видеть, не видя Его. Я научилась Его слышать, не слыша Его. Я научилась ценить каждую секунду из жизни, потому что я понимала, что завтра не мои власти. Когда мне было нужно отпустить, мне было легко это сделать. Бог реальные чудеса показывал. Семь чудес было. И именно с этого момента я не могла в себе держать. Я должна была всем рассказать. Я просто не могла. Я просто не могла. И я вам сегодня скажу. Утешайся Господа. И Он исполнит желание сердца твоего. Я вам честно скажу. За все, что я прошла, я очень сильно благодарна Богу, потому что, если бы я не прошла, я бы не получила новую жизнь. Я бы не получила то, что я сейчас умею. Я бы никогда не смогла открыть свои таланты. Был момент уже, когда я сказала, «Господи, Ты меня испытал». Я столько горя пошла. Ты же видишь, как я Тебя сильно люблю. Я Тебя так сильно люблю. Но еще больше, чем когда-либо раньше. Я Тебя очень сильно люблю, потому что я испытала Его в Ксите, как благ Господь, да? Я Его почувствовала. Он был рядом. И я говорю, «Я так хочу что-то для Тебя делать. Я готова. Употребляй меня. Просто употребляй меня. Я готова». Я вам скажу. На меня столько посыпалось. С меня сейчас идей прет, я не знаю, куда их деть. Я работаю, мне не хватает времени вот мои все идеи превращать в дело. Но я верю, меня Бог скоро освободит от работы. У меня будет большой труд, который будет оплачиваться, и я смогу мои идеи упускать в дело Божье. Я смогу помогать женщинам. Я смогу дарить людям надежду. Кто из вас помнит, 8 лет назад была такая же конференция, здесь у вас мы с Любой Шейфер были. Кто-то меня помнит? Чуть-чуть, да? Но я хочу вам сказать один пример. И это то, что мы будем делать сейчас, сегодня. Но не сейчас, чуть-чуть попозже. Но я помню, я в книге тоже описываю, насколько я была трусиха, я всего боялась. Я даже молиться не умела. Я помню, здесь у вас такая была сильная молитва, и Люба нам шепчет, пойдите, обнимайтесь сестер, за них молитесь. Я же такая. Я помню, там пошла, и стоялок. И не знаю, если вы здесь сегодня есть, то я вас должна еще раз обнять. Но стояла вот женщина нерусской национальности, не скажу какая. Очень сильно накрашенная. Очень сильно накрашенная. И она же маму учила, это грех. Но когда Бог меня переплавил, я на все новыми глазами посмотрела. Я вам честно говорю. Я поняла, что есть лицо накрашенное, а есть душа, которая кричит. Я подхожу к ней, просто я обняла, и начала за нее молиться. Она как начала рыдать, она как начала рыдать, у меня вот здесь на груди. Там собрание закончилось, она ко мне подходит, говорит, когда вы меня обняли, я почувствовала, что меня сам Иисус Христос обнял. Поэтому я хочу вам оставить такой пример, друзья дорогие. Если вы стоите рядом с кем-то, видите, просто человек молится, плачет, а ваше сердце вот пьется в груди, вы чувствуете, я хочу его обнять. А что обо мне люди скажут, да? Ну, у нас же церкви так не привыкли делать. А я стою и обнимаю, а я стою и за людей молюсь. Я просто-напросто дарю любовь, улыбку и надежду. Я вас просто всех призываю. Помните, мое служение сейчас называется «Открытое сердце», да? Будьте открытыми. Перестаньте бояться. Выйдите из рамок. Просто-напросто начните жить. Когда я все прошла, я начала исследовать очень много. Одно место писания меня просто потрясло. Так как ты не радовался и не веселился передо мной в своем благополучии, когда у тебя было все в жизни хорошо, я предам тебя врагу. Страшно? У кого сегодня все хорошо, поднимите руки. У кого есть дом, машина, любящий муж, дети? Ну, смелее, друзья. Вы умеете веселиться и радоваться? Если Надя мне позволит, я вам сегодня что-то очень смешное сделать там за столами. Просто хочу вам подарить смех сегодня. Хорошо? Я понимаю, что смех – это исцеление. Улыбка – это исцеление для души. Я знаю, что многим из вас сегодня не смеется. И поэтому я хочу сюда пригласить одну сестричку. Оксан, выходи. Мы с ней вчера познакомились. Выходи. Мы с ней вчера познакомились. По телефону. Сюда, сюда. По телефону. А сегодня я ради нее приехала сюда на час раньше. В 8 часов утра. Была у вас уже на парковке. Мы с ней поговорили. Поплакали. Прямой эфир. Видео записали. Попросили ей помощи. Я знаю, как болит. И хочу помогать людям. Оксана, ты сейчас поешь? Да. И потом… У нее есть большая нужда. Мы сейчас расскажем или за столами. Как ты думаешь, Надь? У нее просто дочь при смерти. Ей надо срочно деньги на лечение. Просто срочно. Расскажешь за столами, а сейчас пой. Хорошо? Все. Спасибо за внимание. Спасибо, Олечка. Спасибо, Олечка. Я просто хочу еще поблагодарить Господа, что она у меня еще не при смерти. Она еще ходит, говорит. Может, с ней поухаживает. Но такая получилась у нас ситуация. Господь нас проводит. Я хочу обеспеть псалом номер 4. Знаешь, можно повеселее. Номер 6. То так будет совсем печально. Я принесла диск свой, показала брату. Как лань желает, Как лань желает К потокам воды, Так желает душа, Так желает душа моя К тебе, мой Бог. И когда я вернусь перед лицом твоим, Что унываешь ты, душа моя, И что смущаешься? Ты уповай на Бога, Ибо я буду вечно хвалить Его. Что унываешь ты, душа моя, И что смущаешься? Ты уповай на Бога, Ибо я буду вечно хвалить Его. Здравствуйте, сестры, мы будем молиться сейчас за нужды. Вот у нас несколько нужд сюда поступило. Если есть еще, пожалуйста, передайте. Но прежде чем мы будем читать нужды, Я хочу прочитать вам одно место Священного Писания. Я думаю, что многим из нас, То слово, которое говорила Оля, Оно открыло многое, Как нам поступать в нашей жизни. Я прочитаю такое место. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Белосердия и Бог всякого утешения. Он утешает нас во всех наших тяготах, Чтобы и мы, в свою очередь, Могли утешить других в их горе тем утешением, Которым Бог утешает нас». Я думаю, что мы многие, Ну, все читали это место и не раз, правда? Читали? Читали? Но понимаем ли мы глубину этого слова? Вот столько нужды, Я думаю, что есть нужды, Которые, может, не заявили, Но мы втайне знаем. Поэтому сейчас мы станем для молитвы, И я приглашу сестру Олю, Она поведет нас в молитве. Еще одна нужда? Помолитесь за моего сына, Чтобы Бог дал покаяние и служение Богу. Знаете, здесь стоять нелегко. Не просто, страшно. Ты чувствуешь какую-то ответственность, да? Я так часто говорю, А почему я должна за всех отдуваться? Поэтому мы будем все вместе поддерживать друг друга. Мое служение – это не только молиться и вытирать слезы, А мое служение – помогать женщинам становиться смелыми И начинать служить другим женщинам. Поэтому я сделаю по моему правилу. Может, попрошу вот эти все, Кто написал записку, Выйти сюда. Пожалуйста, вот сюда. Всех, кто написал записку. Я в жизни. У меня есть большое желание помогать именно тем людям, Которые начинают первые шаги делать сами. Сюда проходите, пожалуйста. Которые, поборая всю свою гордость, Начинают просить. Начинают плакать. Начинают ломать себя. И просто-напросто просить. Им стыдно, они просят. Им стыдно, они называют вещи своими именами. Им стыдно, они делают то, Что никогда не делали. Почему я должна делать это за тех людей, Кому стыдно? А почему мне не стыдно? Вот поэтому я хочу, Чтобы все, Кто написали нужды, Высшие сюда. Это первое. Второе. Спасибо вам большое. Вам легче. Поверьте мне, Никто не знает, Кто писал эти нужды. А теперь мы сделаем так. Я знаю, что среди вас есть еще очень многие, У кого есть нужда. И если вы серьезно, реально хотите, Чтобы Бог ответил, Вы должны выйти сюда И просто-напросто назвать вашу нужду. А кто останется на своих местах, Для вас будет еще тяжелее задача. Я жду. У кого есть еще нужда? Если вы серьезно, Боитесь уже так называть, Можете не называть. Но если вы назовете, Люди услышат. И вот эти еще больше и больше за вас молиться. Таня, иди сюда. Это моя двоюродная сестра. Знакомьтесь. Танечка, говори. У меня просто больной зять. У него тяжелая болезнь. Я хочу, чтобы за него помолились. У меня нужда за моих детей. Пожалуйста, помолитесь. У вас, сын, разрушается семья. Что Бог устроил. Пока сейчас не получаете это. Какая у вас нужда? Ну, чтобы силу иметь. Силу? Да. Чтобы, ну, свидетельствовать людям. И самой больше, ну, возвысить. У меня очень большая нужда. У меня брат неверующий. Помолились за нашу семью, чтобы мы правильно расставляли приоритеты. И чтобы Господь Иисус Христос был всегда на первом месте в нашей жизни. А теперь все выходим сюда. Еще есть нужда? Ты написала. У вас нужда? Помолитесь за сына, невестку, чтобы он не служил Богу. Теперь я просто вас всех умоляю. Выйти, два-три человека, руки положить, обнять плачущего. И просто-напросто молиться, как за свою нужду. Хорошо. Сестры, я вас просто прошу, вот чуть-чуть разойдитесь, а вы все выходите, мы вместе будем молиться. Потому что сила в любви. Сила, когда вы молитесь друг за друга, как за себя. Выходите, я вас жду. Выбирайте человека, обнимайте и просто молитесь. Вот сюда просто проходите, обнимайте друг друга, плачьте перед вашим Господом и молитесь. Я вас просто прошу, не оставьте никого одного. Я вас прошу, выходите и молитесь друг за друга. Сила в любви, сила в прощении, сила в исцелении. И потом приходит сила свыше. Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова, я так благодарна тебе во имя Иисуса Христа, что в этот момент эти женщины смогли открыть свои желания перед тобой. Я знаю, что ты слышал. Я знаю, что ты слышал, Господи. Ты видишь все, ты видишь каждое сердце, Господи. Ты видишь слезы. Ты видишь слезы. Я прошу, Боже мой, ломай все рамки страха, недоверия, уныния, депрессии. Ломай всякие болезни, всякие подозрения, всякую ревность, Господи. Да уйдут все болезни от этих женщин. Да уйдут все болезни от их детей, от их родственников. Да получит исцеление и прощение каждая душа. Да спадет этот камень обиды с их сердца. Да придут их дети к Господу. Да придет примирение в сердца, примирение между мужем и женой. Примирение между детьми. Я прошу тебя, дорогой отец, благодарю, что ты помог этим женщинам открыться, сказать тебе свою нужду. Я благодарю, что ты поднимаешь смелых женщин, которые умеют обнимать, молиться, вдохновлять. Слава тебе, Святой Господь. Я знаю, Господи, что исцеление в наших руках. Я знаю, Господи, что решение каждой проблемы в наших руках. Помоги нам понять это, Боже мой. Помоги нам быть сильными. Помоги нам принять силу от Тебя. Помоги нам разобраться, кто я, кто мой Бог, какая у меня сила. Помоги нам каждой, Господи, понять это. Помоги удалить всякое уныние, всякое раздражение. Удали все проблемы со здоровьем, прошу тебя, мой Бог. Освободи народ Твой. Но самое большое, открой их сердце, Господи, чтобы в каждой проблеме они видели Тебя. Они могли находить утешение, они могли находить решение проблемы. Научи каждую женщину уметь выслушать и скрыть это в себе, дабы не было клеветы в народе Твоем, дабы не было осуждений, дабы не было подозрений. Господи, я прошу Тебя, благослови каждую душу Боже мой, научить Твой народ радоваться и просто благодарить Тебя. Ибо Ты наш Царь, Ты наш Творец, Ты наша жизнь. Мы не свои, мы куплены кровью Иисуса Христа. Помоги каждому из нас осознать это. Помоги нам знать силу молитвы, помоги нам знать, кто Ты, ибо Ты всесильный, Ты горшечник, а мы глина. Помоги сдаться, Господи. Помоги отпустить этот контроль. Удали этот дух контроля. Я умоляю тебе, Господи, удали этот дух контроля, дух подозрения. Помоги родителям доверять своим детям, чтобы дети могли открываться своим родителям, чтобы дети и родители повернулись друг к другу. Господи, если есть какой-то скрытый грех, Ты не дай этой женщине сегодня уснуть. Помоги разобраться в себе, раз и навсегда от него избавиться, исповедоваться перед Тобой, освободиться, простить и начать новую жизнь. Я Те умоляю, мой Бог, услышь, ответь на каждую нужду. Ответь на каждую нужду. Я прошу Тебя. Сестры дорогие, кто стоит сзади, просто обнимайте друг друга и молитесь друг до друга. Сила в молитве друг за друга. Вы это никогда не делали, но в этом большая сила. Просто обнимите друг друга. Не стойте сами. Молитесь друг за друга. Даже если вам больно, молитесь за другого человека. Любовь все побеждает. Господи, я прошу Тебя, открывай сердца женщин. Помоги им, Господи, брать на себя время друг друга. Нести это время друг друга. И быть сильными, Господи, я прошу Тебя. Боже мой, благослови, благослови. Боже мой, потому что я знаю, что любовь, она исцеляет. Радость, она исцеляет. Улыбка, она исцеляет. Объятие друга, это нас исцеляет. Господи, помоги нам забыть свои проблемы. Просто положить их все на Тебя, отдать их Тебе в руки. Помоги нам освободиться от этого груза. Помоги нам просто возблагодарить Тебя. Ибо Ты наш хозяин. Ибо Ты всем руководишь. Ты всесильный наш Бог. Я благодарю Тебя, Господи, за этот момент молитвы. Я знаю, что Ты услышал. И я знаю, что Ты поможешь, Господи. Тех, кто долго ждет детей, я прошу, открой утробу, разреши эту проблему и дай им деток, Господи. Но даже если Ты никогда им не дашь деток, помоги им возблагодарить, потому что Ты их отец, и Ты знаешь, что им лучше. Я Тебя также прошу, за каждую дочь, включая мою дочь, Господи, где бы они ни были, благослови их. Помоги каждой матери наладить отношения с дочерью. Благослови наших дочерей. Помоги нам научиться благословлять их. Помоги нам доверять Тебе наш Бог. Помоги нам быть примером радости и веры для них, Господи. Да пошлешь Ты им хороших мужей, благословенных и здоровых детей. Да полюбят они Тебя и приливятся к Тебе наш Бог. Благослови каждого сына, Боже мой. Благослови каждого сына, кто споткнулся, кто стоит прямо, Господи. У кого проблемы в семье, у кого проблемы с детьми. Помоги им быть сильными. Помоги им. Хоть они в церкви, хоть они не в церкви, но им знать. Помоги им знать, что Ты рядом и ощущать эту близость. Помоги им никогда не потерять это отношение с Тобой, Господь. Благослови наших мужей, Господь. Благослови наших мужей, Господь, дабы были они сильными служителями, священниками в доме нашем. Помоги нам, женам, вдохновлять наших мужей, восхищаться ими и благословлять их. Благослови, Господи, внуков, внучек. Благослови наших соседей, благослови наших подруг. Благослови всех, у кого сегодня горе, прошу, вытри слезы. Помоги нам уметь плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Помоги нам, Господи, уметь радоваться этой жизни, ценить каждую секунду и принимать все от руки Твоей. Помоги нам уметь принимать и уметь отпускать. Благослови каждую, прошу Тебя, Господи, прими хвалу и благодарение. И мы знаем, что эта молитва услышана. И сейчас, сестры, мы просто-напросто начнем благодарить Бога. Просто благодарить Бога. Знаете, просить легче, а благодарить сложно. Мы все просто-напросто поблагодарим Бога, потому что Он услышал. и Он достоин славы. Умейте, поднимайте руки, кто как может, просто благодарите Бога, потому что Он услышал ваши нужды и Он ждет вашей хвалы. Он ждет вашей отдачи. Слава Тебе, наш Небесный Отец. Ты услышал и Ты поможешь. И Ты никогда нас не оставишь. И вот Ты наша жизнь, Ты наше дыхание, Ты наша радость, Ты наше пропитание, Ты наше богатство и Ты наша бедность, Ты наше горе и Ты наше счастье. Все в Тебе, наш Бог. Ты все во всем. Мы без Себя, глина, Ты наш горшечник. Лепи нас, Господи. Мы принимаем Твою волю. Мы отпускаем весь контроль. И мы благодарим Тебя за каждую ситуацию, которую Ты послал к нам в жизни, потому что она была послана не по ошибке, а по причине. И самая главная причина это каждый из нас проверить себя. Благодарим Тебя наш Бог. Аминь. Молодцы. Садитесь на свои места, обнимайте друг друга покрепче. Каждый раз, когда приходите на собрание, как минимум обнимите десять сестер. И пока вы садитесь, я вам расскажу историю, которую мне рассказала Люба Шейфер. Она говорит, я всегда прихожу на собрание и сестры подходят, кто-то поздоровится, кто-то поплакать, кто-то нужду рассказать, а муж у нее такой говорит, ну сколько можно, ну я тебя уже два часа жду, ну я тебя уже полчаса жду, ну давай, Люба, давай, давай, знаешь как, давай, ты не будешь выходить туда, ты будешь через задний ход домой уходить. И она говорит, я начала через задний ход выходить домой, потому что ну просто сестры не отпускают. И буквально через пару месяцев один брат это заметил и подходит к ней и говорит, Люба, как тебе не стыдно, сколько сестры в тебе нуждается. И она говорит, ну что делать, мужа слушать, брата слушать, и говорит, я вот так выхожу, он говорит, ты просто выйди, хотя бы с тремя сестрами, поздоровайся и уходи. Говорит, я выхожу и первая попавшая говорю, как у тебя дела? Она говорит, ну я утром хотела выпить горсть таблеток и умереть раз навсегда. Вы первая, кто за 10 лет у меня спросили, как у меня дела. Поэтому я вас просто прошу, дорогие сестры, обнимайте друг друга. Это ваше лекарство. Поменьше нойте, побольше улыбайтесь и побольше обнимайте друг друга. Хорошо? Да, сестры, это Аминь. Побольше нам улыбаться и побольше нам отнимать друг друга и побольше благословлять друг друга. Есть две записки с вопросами и одна записка с просьбой немножко больше для Оли, немножко больше потом объяснить за обедом. Я прочитаю эти две записки с вопросами и я попрошу сестру Ренату и сестра Оля, если есть, чтобы они подошли, поделились, как они думают на эти ситуации. Значит, первая ситуация такая. Дочь подружилась с парнем, который как бы себя называет верующим, но это вопрос. Начали просить, объяснять, чтобы изменила свою жизнь, но она не соглашается. Сняла отдельное жилье. Как быть в этой ситуации? Это одно, только продолжаем молиться. Спасибо, мама. и вторая записка, она похожа, я думаю, вы можете ответить или сразу на обе, или же, ну, как вам удобно будет. Как правильно реагировать, если твой ребенок или муж в какой-то проблеме, я имею в виду, кроме молитвы, как реагировать, вы прошли с дочерью и имеете опыт. Пожалуйста, как вы можете ответить на эти вопросы? Я вам передам эти два вопроса. Дочь подружилась с парнем, который как бы себя называет верующим, но это вопрос. Ответ сразу же. Не вам судить, верующий он или неверующий, потому что каждый человек верит Бога по-своему. Кто-то считает, что он ходит в церковь, и он верующий, но обливает других клеветой. Как Иисус сказал, отойдите от меня, я никогда не знал вас. А кто-то не ходит в церковь и на своем балконе сзади такую хвалу Богу воздает, такую десятину дает, так людям помогает. Поэтому я перестала вообще реагировать к какой-то динаминации и ходишь в ли ты в церковь. Мне так важно, что в сердце человека. Можете со мной не соглашаться. Меня семь лет Бог учил говорить правду. Я вам говорю то, что мне на сердце. Начали просить объяснять, чтобы изменила свою жизнь, но не соглашается. Знаете, я каждый день все больше начинаю понимать моих детей, когда я начала открывать себя. Просто после всего того, что я прошла, как я помолилась и говорю, Господи, я хочу что-то для тебя делать. А если начать что-то для тебя делать, ты должен становиться другим. Ты не можешь сидеть на скамеечке тихонько и что-то для Бога делать. Разве только молиться, слушать. Ты должен что-то делать. И тоже читала одну книгу, и так она мне вдохновила и говорит, не жди, чтобы пастырь подошел и тебе дал труд. Есть на сердце, делай. Бог тебе подшет финансы, Бог тебе подшет поддержку. И именно вчера я об этом думала, так думаю, многие люди сидят в церкви и ждут труд, какой-то статус, какой-то статус служителя, а ему все не дают до старости. А жизнь проходит, а научись быть самим собой и жить на сто процентов и много труда поза церковью, просто поза церковью. Как Иисус сказал, я пришел к погибшим овцам Израиля. если мы святые, мы должны спасать тех, кто поза церковью. И знаете, и когда вы говорите, я начала объяснять, просить, а она не соглашается, что происходит в душе? Бунт. Мама, разреши мне побыть с собой. Есть такое? Вы можете руку не поднимать, но если у вас есть муж, который вот так контролирует, контролирует, контролирует. А где была? А что ты делала? Сколько денег потратила? Какая у вас реакция? Дай мне пожить. Правильно? Какая реакция у дочери? Перестаньте просить, перестаньте умолять, как Рената сказала. Научись любить. А это очень тяжело. В первую очередь научись полюбить себя. Потом ты сможешь полюбить дочь. сняла отдельно жилье. Ну и что? Ну и благослови ее. Ну да, ну может там уже нагрешила. Ну а что ты сделаешь? Она твоя дочь, и ты должна ее любить. Как быть в этой ситуации? да прославь Бога, что ты еще жива. Скажи, Господи, помоги мне пересмотреть мою жизнь, что я натворила, где я поступила неправильно, где я раздражала моего ребенка, где она на меня обозлилась, где я держала контроль, который я должна была отдать Богу. Правильно? все начинается с меня. Есть такая книга, да, про буждение начинается с меня. Я вам говорю, целый год, последний год над собой работаю, и вам посоветую, друзья дорогие, работать над собой. У меня тоже дочери 19 лет. Дядя Коля рассказывал, как легко с девочками, а я говорю, ох, как вам повезло, наша девочка за всех нам дала с первых дней своей жизни. Все, все летит, все разливается, она бушует. У нее таланта внутри, миллион, ребенку надо открыться. Кто-то сидит спокойно, ему хорошо. Сын у нас, ну, блестит комната. Сын 20 лет, а у него комнате, ну, блестит. Носка не найдешь вонючего. А заходишь в соседнюю комнату, там торнеда. Плохая мама? Я плохая мама? За 19 лет у меня не получилось научить ребенка. А потом я слушаю, что есть, оказывается, левое полушарие, правое полушарие. И у меня, оказывается, левое полушарие работает лучше, а у него правое, ей надо музыка, когда она делает уроки, ей надо жить. А я мама не понимаю. Я вам скажу, если вы думаете, что вы такие умные, я вам скажу, что нам надо всю жизнь учиться. Кому здесь 80 лет? 60? Вы все в жизни знаете? Учитесь, правильно? Учиться надо жить. Я каждый день учусь, как воспитывать своих детей. Одно только продолжаем молиться. Скажу вам, что вы очень бедненький, если вы только продолжаете молиться. Простите меня. Надо работать над собой. Работать. Надо учиться. Когда у меня умер ребенок, я была на конференции, там учили, как хвалить своих детей. Она такая вреднючая. За что ее хвалить? За что ее хвалить? Ну вот проблема на каждой проблеме. За то волосы у нее лучше всех. Я подхожу, говорю, ой, какие красивые волосы, бог тебе такие красивые волосы подарил. Меня мама никогда не хвалила, мы так выросли, так научены были, да? А здесь ты понимаешь, надо ребенка открывать, хвалить, вдохновлять. Кого я ломала? Дочери себя? себя ломала? Училась хвалить, училась открывать, училась любить. Простите, я веду радиопередачу, могу здесь два часа сейчас поговорить. Расскажите, пожалуйста, что вы прошли, то, что написано в книге, потому что не все смогут прочитать ее. Это мне вопрос? Я не буду вам рассказывать, что вы прошли, но если вы хотите знать, что я прошла, купите книгу. Если у вас нет денег, я ее вам даром дам. Я не хочу рассказывать, что я прошла, простите. Я немножко расскажу, но я писала семь лет книгу, я ее писала по причине, чтобы люди помогли в себе разобраться и найти душевное исцеление. Вы просто хотите, чтобы я делала работу вашу опять? У меня книг достаточно, серьезно. ответы, если вопросы будете спрашивать, я вам отвечу. Хорошо? Как правильно реагировать, если твой ребенок или муж в какой-то проблеме? Я имею в виду, кроме молитвы. Молодец, вот уже эта сестра поднимается выше, понимает, что молиться это одно, а Бог работает через из нас. Правильно, Рената? Почему Бог за вас должен всю работу делать? Он вот здесь работу производит, вот здесь вставай и поши, работай над собой, все проблемы уйдут. Молитва хорошо, это очень хорошо, вы черпаете там силу, но дела, дела надо делать. Вы согласны со мной или нет? даже тот пост это уже дело называется, да? А ломать себя и учиться любить это большое дело. Вы прошли с дочерью и имеете опыт. Ну я тоже прошла с дочерью. Знаете, честно вам скажу, есть в жизни проблемы, о которых мы не можем говорить. Я в жизни прошла, когда болел сын, такие ситуации столкнулись, что я говорила, я никогда не могу об этом рассказать. Хоть со мной так поступили ужасно. Я как говорила, чуть от Бога не отреклась, пророчество ложное, Бог тебя наказывает. Такие слова слышишь от того, кого не ждешь. Я семь лет над собой работала, писала книгу и училась говорить горькую правду. Я всякие углы обрезала, не хотела. Конечно, я имена не написала, но я понимала, что если я не напишу правду, что я прошла, я не помогу тем людям, которые ушли из церкви, у которых есть обида на пастыря, у которых есть обида на мужа, у которых семья рушилась, у кого умер ребенок. Мне пришлось написать горькую правду. Но чтобы тебе научиться горькую правду говорить, ты должен над собой работать. Вот, семь лет на двух языках писала книгу, выривела там все, ну, сократила как только могла. Ну, правду написала, надеюсь, что вам будет интересно. И поэтому, если вы сегодня спрашиваете меня вопрос за дочь, да, я тоже прошла, а кто не прошел? Тот, кто не прошел, скорее всего, спрятал. И об этом никогда не говорит, потому что мы же святые, у нас все хорошо, мы никогда о проблемах не говорим, у нас Бог сильный, у нас все хорошо, а это неправда. У нас очень часто очень много проблем, потому что мы верующие люди, мы об этом не говорим, и нас так научили, да, не рассказывай, а что люди скажут, а что люди подумают, а люди с себя смеяться будут, а тебя осудят, а тебя клевечат, а потом пойдут всему Ванкуверу расскажут, отлучат, а ты за кафедрой стоишь, а у тебя дочь натворила, да, а у тебя сын там занимается плохими делами, и знаете, друзья, я понимаю, что именно Бог отвечает на нужных людей, когда мы называем вещи своими именами, не боимся говорить, что я прошла, я прошла, а опыт какой, скажу, точно такой же, как Рената сказала, научись любить, и с чем мы сейчас работаем, как я говорю, она такая родилась, просто вот это талант из талантища, просто много бурлит всего, я знаю, что она в свой момент откроется, через нее Бог будет большие работы делать, но сейчас мы над чем работаем, потому что мы много ее наказывали, мы работаем над недоверием, мы не доверяем, а ей это очень больно, хоть она уже изменилась, и надо добавить. Спасибо.